Нет героя сейчас для Сайлента, ну и забанили Фантом Лансера, как раз-таки под Сайлента заходил этот герой неоднократно, очень жёстко. Тим Эмпайр, посмотрите, какой интересный бан предоставила под номером 4. Хускар отлетает в баню, Разор Антимаг, это всё понятно, Лина Андаинг, тоже всё понятно, но Хускара забанить, это значит что-то знать про команду MVP Hot 6. Ну и Клокверк в пике, MVP Hot 6, также Дазл, также Queen of Pain и Таск, первым же пиком залетел Таск, тут действительно тоже MVP решили не выдумывать, особенно ничего, решили забрать данного героя. Ну смотрите в чём дело, команде MVP по сути бороться здесь не за что, команда MVP после 6 сыгранных матчей имеет 2 ничьи и 4 поражения. Они 100% оказываются на 8 месте, они никуда не выходят, но собственно это классика любого вида спорта, которая очень простая на самом деле. То есть можно проигрывать командам, которым ты не проигрываешь, но когда ты играешь с хорошим серьёзным фаворитом, для которого что-то важно, ну не подосрать это прям невозможно. Это, извините за грубость, конечно, но это очень часто бывает. Команды, которые являются фаворитами даже в других видах спорта, гранды какие-то, обязательно спотыкаются на каких-то командах слабых, гораздо более низкого уровня команды. Так что Эмпайр тут как бы в западню не влезет. Дота, в принципе, такая, что если сам себя не похоронишь, соперник тебя вряд ли похоронит. Так что главное Эмпайру тут, конечно, не ошибаться. Ну и Джаггернаут залетает в пик команды MVP и ответка от коллектива Эмпайр это Рейс Кинг. Так, спрашивали сегодня на стриме, а почему это не пикают Рейс Кинга? Ну как же не пикают? Пикают Рейс Кинга. Просто не все пикают. Silent на Рейс Кинге отыграл еще до этого International, отыграл, по-моему, 3 миллиона игр. И из них у него винрейт 2 миллиона 997 тысяч на данном герое. В принципе, игра от Рейс Кинггауни достаточно уверенная, там безошибочно в основном юзается Мордиган. Мордиган, Даггер, а дальше уже как пойдет. Обычно, в принципе, все заканчивалось. Что-то после Мордигана, Даггера я так и не увидел. Надо бы посмотреть, может здесь умер. Команда MVP Hot 6 по, в принципе, по пику такая, более-менее классическая здесь схема. Даззл есть как под хилл, как под сейв для всех и каждого. Оффлейн тоже достаточно хороший, Клокверк плотненький. И Мидлейн, Квин оф Пейн. Ну что тут еще сказать? Ну и фармящий Джаггернаут, это тоже классика, наверное, последних месяцев шести. И забыли Джаггера поближе к пятому интернешналу. Тут в основном у нас то Лины фармят, то Шторм Спириты уходят фармить на легкую линию. Поэтому я думаю, что здесь вот память немножко MVP Hot 6 освежит всем зрителям, да и вообще команде Empire в частности. Шейкер от Йоку отправляется на сложную линию. Алоха Дэнс будет играть на Баунти Хантер и Резолюшн. Забирает себе Лишрака на Мидлейн, Сайлент фармит на Рейс Кинге. И Олвес Финафлай, по сути, будет работать нянькой у Сайлента. Рейс Кинг сам по себе бьет руками, конечно, хорошо, но... По количеству интеллекта, ну вы видите, да, туповатый до жути просто. Хотят, чем Баунти Хантер лучше или чем лучше Шейкер. Да, в принципе, Шейкер вообще ничем не лучше, но у Шейкера, по-моему, прирост по интеллекту немножко повыше. Одну секундочку. 1.8 прирост интеллекта, а у Рейс Кинга... 1.6, 1.6. Ну, короче говоря, Шейкер хотя бы просто в интеллект собирается. А Рейс Кинг ни во что интеллектуальное... Ничто не интеллектуальное нам не нужно. Так что тут, конечно, надо какой-то рядом саппорт. Одним своим станом Рейс Кингу на линии не справиться. Ну и началась игра. По сути, это последняя игра группового этапа для Эмпайр. Последнее противостояние Бестов 2. То же самое и для МВП Ход Сикс. Они уже ни с кем больше играть не будут. Ну и параллельно идет матч между командой Цидек и коллективом. Йе Хоум. Так что там тоже будет что, в принципе, посмотреть. Йе Хоумы, по сути, тоже будут стараться, я думаю, сейчас поиграть в... Хотя бы более-менее интересную игру. Но, по сути, этот матч отношение к выходу или не выходу в МВП Ход Сикс уже... Отношение никакого не... Это ФБ от команды МВП Ход Сикс со старта. В принципе, Алуха Дэнс пошел во вражеский лес, немножечко подфидел. Все хорошо получилось. Но здесь завардели сразу МВП Ход Сикс, ждали, что придет Баунти Хандер, потому что бегает он одинаково, всегда и везде. Ну и теперь у команды Эмпайр одна простая задача. Выиграть оба матча, перейти в сетку венеров и не напрягаться. Жалко, конечно, будет Вирту Соф в случае, если вдруг Эмпайр выиграет, а с другой стороны жалко будет Эмпайр, если Эмпайр не выиграет. Так что тут, как ни крути, одной из команд СНГшных придется жертвовать. Алуха Дэнс уже на мидлейне, рядом с Резолюшном. Есть вариант поймать Квапу. Станом не попадает Резолюшн, а так бы Алуха Дэнс подрезал бы немножко Квапу. Ну и Резолюшна нет еще до сих пор Лайтнинг Сторма, сейчас будет второй левел. Тогда уже можно будет харасить, начинать Квапу. Пока что Винов Пэйн себя вальяжно чувствует. Ну и в принципе, что по статей здесь сказать Эмпайр, Шторм Спирита пикают пять раз. Да, злопикали тоже пять раз, Квапу четыре раза. А по Лешраку, по Лешраку, по Лешраку, Лешрак тут в пиках нету, но Лешрак постоянно в бане улетает, поэтому Лешрака, собственно, и не берут. Это по статистике. Зато семь раз забанили Лешрака игроки команды Эмпайр. У MVP Hot 6 я тут вижу, что наиболее частые пики это Лина пять раз, Shadowfin 4, Bloodsicker 4, Clockwork 4 и Undying три раза пикался. Резолюшн на Лешраке, семь на шесть идёт, Квапа два на два, Резолюшн фармит лучшим. Эти СМП будут, в принципе, страдать, если и дальше пойдут так дела. Девять на шесть уже у Резолюшна, а что происходит с Квапой? Неужели так сложно фармить на Квапе? Или Резолюшн так сильно заряжен? Алоха Дэнс подходит к Квапе. Спить её вряд ли получится, Квапа есть блин, Квапа, по идее, должна отсюда уходить. А там Даззл в это время Йоку разбирает на сложной линии вместе с Джаггернаутом второго левела Блейдфьюри. Это сумасшествие с Джаггернаутами, которые Блейдфьюри качают. Которые Блейдфьюри качают и максят. Достаточно странная штука. Ну, КД уменьшается, что является безусловным плюсом. На сложной линии команды MVP Hot 6. У нас здесь проблемки есть небольшие у Клокверка. 6 на 0 у него всего лишь Крипстат. 17 на 5 зато у его тиммейта на нижнем лайне. Фуриф уже нафармил себе дофигища на самом деле. Есть уже Boots of Speed, Blades of Attack. Скоро появятся фейсбуцы. Может даже после этой пачки. Клокверк приседает по ХП и Клока забирает им Эмпайр на нижнем лайне. Это первый фраг для Эмпайр в этом матче через Глимс. Очень даже просто. И в это время Резолюшн погибает на мидлейне, но успевает забрать Квапу. Йоку пришел помочь Резолюшну. И Джиракс на туске тоже, естественно, поучаствовал в убийстве Лежрака. По голде. Впереди MVP Hot 6 на 300. По экспириенсу на 1000 MVP Hot 6. Резолюшн уже возвращается на мидлейн. По крип-стату, кстати, Сайлент практически не отстает здесь от Джаггернаута. Фориф уже за Тауэром. Готовы пушить MVP. Ну и Эмпайр, по идее, тоже неплохо стоят на своих линах. Пока что достаточно ровный фарм идет с одной и с другой стороны. Правда здесь Резолюшн и Сайлент уже почти к 20-ке подошли. Почти к 20-ке подошел Резолюшн по крипам Сайлент 21. А здесь за 20 только Джаггер перешел. Но, вот в частности, Квапа проседает очень плотно по фарму. И дальше Даззл тоже не алё, конечно. Но Даззл и не должен фармить. И здесь, кстати, проседает Клоковка. Это более-менее ощутимо. MVP Hot 6 в это время забирают нижний Тауэр у команды Эмпайр. И пошли на Т2. Готовы пушить. А заметьте, кем пушат-то, а? Пушат Джаггернаутом и Даззлом. Это же немножко смешно. Приходит сюда Йоку. Йоку немножко успокоил ребят. Но Йоку не надо подставляться под фарива. Здесь сейчас уже будет 6 левел. С подобным слэшем, естественно, Джаггер распиливает Йоку без проблем. Потом сразу же переход на Блэйд Фьюри, естественно. Йоку ещё и фармит при этом. Поэтому он стоит, в принципе, на шейкере. В сложной линии. И печали вообще не знает. Алоха Дэнса просветили. Там в это время Квапа на Мидлейне умирает. Алоха Дэнса здесь забирают игроки команды MVP. Резолюшн просто издевается над Квапой. Что ты делаешь, Квапа? Прекрати. У Квапы есть Ботл, есть Нол Талисман. Нет тапка у Квин оф Пейн. И в Курьере тоже ничего для него не лежит. МП, по сути, здесь фидить будет и дальше. Потому что без тапка замедление от Лайкинг Сторма просто чудовищное. Стан, сплитерс, пульс снова. Естественно, Резолюшн здесь отпускать Квапу не будет. Ну и до этого Харасил ещё на старте этой игры. Т2 наполовину просел у команды Эмпайр по нижнему лайну на Мидлейне. Т1 никто не трогал. И здесь Т1, по-моему, фуловый. Ну, чуть-чуть продамажили его. Наверное, скорее всего, даже крипы команды Эмпайр. Сайлент в это время. Есть уже ПТ, есть у него Кюринг Блейд. Думаю, Мордиган тут пойдёт первым делом. Потом уже всё остальное. Ну и опять пушат команды Эмпи Ход Сикс. На нижней лайн перемещаются. Решили добить Тауэр. Так, проседает по ХП. Здесь очень плотно Клокер. Клокерка забирают. Через Фиссуру, через Тану Цайлента. Ну, Клок тут просто какое-то мясо в составе команды Эмпи Ход Сикс. Он и фармит, не фармит. И отдаваться отдаётся. Ну, хотя, о чём мы говорим. Посмотрите на Квапу. Бедняга 19 на 7 против 33 на 12 от Лешрака. Но эта Квин оф Пейн, она, в общем-то, проста в вопросах фарма. Тут у Эмпи далеко не всё получается. А вот Джаггер Наут молодцом. Джаггер уже топ Крипстат на карте имеет. Два Таура, по-моему, забрал Форифф. 4-4 ещё на данный момент. По золоту впереди Эмпи. По экспириенцию Эмпи тоже впереди на 250. Бум! There it goes! Ну, Алоха Дэнс на нижнем лайне. Пока что в соло тут. Варды и Девардинг от него. Ну, линия уже спушена. Уже здесь драться вообще неуютно. Прилетать некуда, если вдруг поймают кого-нибудь того же Алоха Дэнса здесь загулявшего. Ну и команда Эмпи Ход Сикс перемещается на центральную линию. Заходит Джеракс. Джеракс, как я понимаю. Спину Резолюшн. Ну, поднимается на ХГ. Должен, по идее, вкатываться либо в Дизраптора, либо в Лишрака. Хотя оно опасно, конечно, Лишрака вкатываться. Это не самое верное решение будет, если вдруг Джеракс его примет. Но он уходит на топ-лейн. Пока что Сайлент здесь фармит без какого-то сопротивления. Йоку на Шейкере тоже на топ-лейне. Ну, свою линию Йоку тут потратил. И отправился на легкую линию команды Эмпайр. Забирать экспириенсы и прочее, прочее, прочее у Сайлента. Но Сайлент вроде как нежадный. Гловс оф Хейст уже появляется у Сайлента. Мордикон, в принципе, по дефолту будет выход у Рейскинга. Вот команда Эмпайр, Джеракса ловят. Сноубол не успевает даже проюзать у нас в итоге Джеракс. И что, неужели Крипы забрали его? Да, разделено золото. Крипы забрали у нас Джеракса, на удивление. Били втроем. Практически фраг достался никому. Зато ассистов нам получали, молочаги. Как там МП поживает? У Квапы просто жуткая ситуация. 0-2 счет. Ну, Талисман, Бутсов Спид. Все, Боттл летает в Курьере. Смотрится это совершенно неинтересно даже. 4-400 у Резолюшена и 2-800 у Квин оф Пейна. Куда деваются твои деньги? Так, Глимс у нас пошел от Алвесу на Флайя. Кого-то отправили, я так понимаю, назад или нет? Или нет? Ну и Алоха Дэнс. Лохэпшный. Добивает Алоха Дэнса здесь Резолюшен. Не дает возможности Квапе получить этот фраг. Там через Шадоу Страйк Алоха Дэнс по идее должен был закончиться. Но засейвил тиммейта. 5-5 становится счет. Ну, голды не поимели. МВП с... Саппорта Команда Эмпайр. Пайт пошел у нас на нижнюю... На топ-лайне, точнее. Флокверк еще раз отъезжает в таверну. Резолюшен на Лешраке забирает этот фраг. У Риза уже счет 2-1-2. Ну и как-то разрозненно, конечно, действия Команды Эмпайр протекают. Может, причина все-таки в том, что лайн потеряли. Непонятно, куда деваться Йоку. Йоку то наверху, то внизу. А Лоха Дэнс тоже непонятно, куда двигаться. Просто прореха есть у Команды Эмпайр. Как с ней работать, не я. Резолюшен сплетел себе под ноги. Резолюшена могут здесь забрать. Резолюшен через Лайтнинг Сторм. Через пульс Нову. Забирает в итоге у нас Тускай. Сам отправляется в таверну Йоку Лоха Пешно. Его допиливает здесь Джаггернаут. Ну, по всем частям карты. Файты. То, о чем я и говорю. Лайна одного нет. Поэтому дырка эта случилась. То один герой туда пробежит, то второй. Лайн с закрепами. Вижен теряется. Поэтому, конечно, траблы есть. Так, проседает. Фориев здесь покупает Алоха Дэнса. Но это не смертельно. Так, у Хина появляется медальон в Кураж. Давайте вообще по артефактам пробежимся. Есть у Рейс Кинга уже. Хилм оф Айрон Вилл. Есть Глобс оф Хейс для Сайлента. Уверенными шагами двигается к Мордигану. Баунти Хантер от Алоха Дэнс. С Аркан Бутсами есть. Есть у него Орпу в Веном. Так, по мелочи еще на руках. У Шейкера от Йоку. Есть Транквил Бутсы. Есть Сол Ринг. И очень далеко до Даггера. Почти две тысячи. Взраптор Толлэсу на Флайе. Вроде два фрага у него есть. А как-то по фарму незаметно. 740 на руках. Есть у него Бутсов Спид. И появляется уже Мордиган для Рейс Кинга. Что-то Сайлентом в Курьере себе тарабанил. Ну и давайте на Резолюшна посмотрим. И переключаемся на команду MVP Hot 6. У Резолюшна есть Аркан Бутсы. Есть Мул Талисман. Сол Ринг. Аркан Бутсы эти конечно же разберутся. И превратятся в итоге в Бладстоун. Это понятно. Ну и еще раз подставляется здесь. Здесь Клоквер. Хотя кто еще подставляется. Клок у нас. Вот Шалу Грейвом. Получится ли забрать его или нет у команды Empire. Лохпшный Клок. У него 10 хп. Клок уходит у нас в леса. Прячется. Жмется в елки Клок. Ну и здесь Резолюшн приходит. И просто разваливает Клокверка. Ловит еще и МП здесь. Через пульс снова начинает выжигать. Уходит Клопа на лохп. Возвращают Пин оф Бейн. В Кинетик Филд. Никуда Клопа не девается. Алоха Дэнс танкует вышку. Все лохпшные. Кто-то тут с Мордиганом. Кто-то сам по себе лохпшный. Но это минус 3 от команды Empire. И в принципе никого не потеряли. Империи или что это. Не байбэк это был. Это был потерянный ульт. Или мне показалось. Или успел вернуться в Рейс Кинг. Нет. 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 Это просто сбили Ринкарнэйшн. Здесь Сайвенту. Странно отображается все это в файт-рекапе. Я уж испугался. У Сайвенту 1-0 счет. Поэтому понятно, что никаких смертей там не было. Empire 3.5 по золоту. И по экспириенсу тоже 3.5 в пользу команды Империя. Перевернули катку. Хотя до этого 1000 проигрывали. И по одному показателю. И по второму. Мстит здесь бедняжка Клоквер. Конечно, поиздевались здесь над оффлейнером команды ВПХОТ-6. Очень плотно. 0-4-0 идет Клоквер. У него Транквил Буцы. У него Роков Зе Мэджи. Тут планирование какое-то есть выхода в Блэйдмейл. Как я понимаю. Но... Пес его знает. Рейтинг, например, от Блэйдмейл Клокверка не разобьется. Ну и Empire по центральной линии. Уже Т1 должны пойти и сейчас слушать. Диаболики закончились у Резолюшна. Ну и Тауэр не добили. Следующая пачка крипов почему бы и нет. Или Empire в приоритете все-таки пофайтится. Пока непонятно. Сайвент. Полторы тысячи уже есть на руках. Совсем скоро появится Даггер. Как у Йоку дела. У Йоку до Даггера еще тысяча голды. У Алоха Дэнса тут ничего интересного. Флайя тоже ничего интересного. У Резолюшна уже, в принципе, сейчас будет готов Бладстоун. Достаточно ранний тайминговый. И... После этого... Если все нормально будет у мидера команды Empire, то... По идее давить должен нон-стоп. Ульта пошла от Форива. Получается она Флайя. Флайя старается уйти. Ну, никуда тут Форива не уйти. Станут Сайлента и Сайлент сам бежать. У него где-то на подходе, в принципе, Даггер. Подставляться не планирует. Ну, и достаточно хороший выход от... Мейнкерри команды MIPHOT6. Пускай это саппорт, пускай, но... При учете того, что проигрывают по голде и по экспириенсу MIPHOT6, им любой фраг будет ценным и полезным. Потому что это умнислэш потраченный, так это и не страшно. Умнислэш восстанавливается. Вбок готовится зайти Сайлент. Ловит у нас МП. Скорее всего, уйдет. Не получается у Резолюшна цепалять его. Хир старается размансить. У него до поры до времени это получается. Но Йоку, по идее, не отпустит. Да и здесь дэмэдж просто от стана Сайлента. Никуда у нас не отпускает Дазла. 8-12 становится счет. 696 как-то дороговато поимела Эмпайр. Своих оппонентов и конкретно с одного саппорта. 4-E по-быстрому. Блейб Фьюри и бежать, 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 бежать. Наверное, правильно за ним уже выехали. На тот момент 4 игрока команды Эмпайр. Ну и МП в этом файте получил по голове. Не умер, что очень хорошо для него. А так, в принципе, и убить никого не удалось. Ну и проиграли чуть-чуть Эмпайр по золоту. МВП Ходсикс смогли тысячу отбить. По экспе пока что в сторону Империи движутся графики. Прыгает на Йоку здесь. Эмпайр, Йоку топили. Эйфорифф уже киллинг с пристриками. У него есть Шадоу Блейд, у него есть Драма Фендеренс, Фейсбук Цирингов, Аквила. Никаких Момов. Через Сильвер Эдж. Скорее всего, будет идти. И подбросили вверх Дизраптора. Приземлился на твердое. Дизраптор не получилось вышить. 10-12 становится счет за эти два фрага. И тут голды, ну вот, 360 за Дизрапшина и за Йоку тоже там поимели. Я думаю, где-то, где-то, где-то. Ну, где-то 600-700 должны были поиметь игроки командной МВП. Потому что проигрывали плотно по фарму. Ну и у Рейс Кинга по классике появляется Даггер уже. Все это после Мордигана. Ну и будем смотреть. Я думаю, что Кераса следующая будет для Сайлента. А дальше уже как пойдет. Как там Резолюшн? Блотстоун есть. 9 зарядов Блотстоун у Лешрака. Форив инвизи. У него есть Омни Слэш. Сайлент на ХГ стоит. Форива должен видеть. Пингует что-то. Пошел трек у нас по Фориву. По идее в Сайлента сейчас Омни Слэш войдет. Как я понимаю. МВП просто разделили файл на две части. Теперь один Сайлент. Один одинешник стоит. Йоку ждет своей участи, чтобы войти и дать Эхо Слэм. Но у Йоку есть такие варианты. Даггераут старается сделать Сайлент и привозит за собой Форива. Эхо Слэм от Йоку. Форива здесь, скорее всего, и оставят. Блэйд Фьюри пошел от него. Еще бы один удар. Форив уходит на лоу ХП отсюда. Фейсбу Ци и бежать Джакер. Теперь он еще и в инвиз пошел. Ну, круто, конечно, Форив отыграл здесь. Нинус-2 делала команда Эмпайр. Не забрала мейн керри, потому что Форив тут по красоте все разрулил. Джаракс отсюда улетает. МП пытается подпушить по тавру. У Квапы уже есть. У Греклап у него уже есть. Но Вилхаммер. До Блэкингбара остается 800. Так, давайте по героям пробежимся. Кто что купил себе. Тут после Даггера и Мордигана ничего. Резолюшена Стапу Физгадр лежит в Курьере. Войдстоун тоже приобрел себе уже Риза и будет покупать себе Юл. Ну, окей, окей, его право. Алохо Дэнс уже практически с Мехой есть. Баклер есть. Хедреско осталось накопить на рецепт. Не самый дорогой рецепт в доте. У Йоку появляется Даггер. Как же сильно Шейкеру не хватало Даггера, чтобы вот здесь Йоку ворваться и остановить всех просто на месте с открытыми ртами. Есть у Йоку Даггер, есть у него Солринг, есть Ранквилл Буци. У Олвес Венафлая. Аркан Буци. Урн оф Шадлз. Ну и в принципе все. Ну и видели мы, что с Баунти Хантером. У Алуха Дэнса скоро Меха. Со стороны команды АМИ ПИХОТ СИКС. Корейский состав собрал себе уже Медалину в Кураш на Дазли. У Таска далековато дальше, чем у Алуха Дэнса до Мекки. Вот они, собственно, эти 300 голды, которые Алуха Дэнс выигрывает. Практически идентичный закуп, как я смотрю. Не практически идентичный, а точь в точь. Что Алуха Дэнс, что Арбору по Венам есть, Мэджик Вонт есть. Здесь Орбов в Венам есть, Мэджик Вонт есть. Аркан Буци, Хедреска, Баклер. У Баунти Хантера Аркан Буци, Хедреска, Баклер. Мэджик Вонт и Свиток Портала. А здесь вот единственная разница, это Смоук. У Дазли. Ну, пожалуйста, да. Забавно выглядит. 3-3 он идет, и Алуха Дэнс 0-3 идет. Вот в чем их разница. Эмпайр выигрывает по голде более 4-х. И Роху не до контроля. Роху забирает команда Липи Ход Сикс. И, конечно же, Айега достается у нас. Фу Риву. Фу Рива 2-500 на руках. Я так понимаю, Сильвер Эдж можно уже себе приобретать и нести. Деньги на байбек не нужны, потому что Айега есть здесь. Да и вообще, если байбекаться, куда лететь? Внешний товар а тут Т1 разрушен везде. Алоха Дэнс неудачно ворвался. Вообще неудачно просветили Алоха Дэнса и допилили его. Ну и, наконец-то, здесь Сан Пьи смог хоть как-то отомстить за всю боль и унижение, которое его постигло в начальном этапе этого матча. 1-5-0 становится, счет у Клокверка. Резолюшн уже с готовым Юулом. Есть у него Бладстоун. В принципе, со Сплитесом Юул просто отлично заходит, но это минус 1. Это минус 1. А БКБ, например, это не умирать в файте и минус все при нормальном пульснове, при нормальном проюзанном диаболике. Наверное, это следующий этап для Резолюшна. Пока что команда Эмпайр не уверенно лидирует всего лишь 2 тысячи, при этом 2 потеряли, а до этого выигрывали 4. Ну и по экспириенсу с 6 скатились до 3,5. Пока пес его знает, как все это будет протекать. Ну и по Нетворцу Резолюшн 1. 10 800 у него и у Фориева 10 600. Не так уж и сильно выигрывает команда Эмпайр по вопросам перефарма. Сайлент обгоняет Эмпайр, Резолюшн обгоняет Фориеван, ну и дальше Йоку обгоняет Санхи. Но в целом разница не такая уж и колоссальная. Это все копейки, которые одним файтом могут просто-напросто перевернуть все. 22 минуты. 11-14. 70 копеек остается Баунти Хантеру. Дайте одного крипа дарить Алоха Дэнсу. Пусть заберет уже крипа и купит себе Мекку. Ну как себе, всем пусть купит Мекку. Видит здесь Хина Алоха Дэнс. Будет ли попытка его развалить? По идее, должны. Успевать Шалу Грейм, проюзать Хин. Ну и ТП Аут старается сделать. Гимсует его назад. Никакого ТП Аута не получится. По трекам все это произошло. Поэтому дороговато даже за такого бомжа, как Дазл. Получили игроки команды Эмпайр. 670 по золоту. Ну и Треки это, конечно, прекрасный буст команды Эмпайр по голде. В принципе, здесь все на накопление. У команды Эмпайр и Бладстоун у Резолюшина. Треки, которые больше денег дают. Все как-то с перспективой на будущее у Эмпайр. На данный момент имеется. 11-15. По золоту 3000 Империя. По экспириенсу 4000 тоже Империя. Резолюшин провязал Диаболики. Надо по-быстрому сливать хрипов. Диаболики будут потрачены просто на них. Ну и Тавр внизу падает. Глиф почему-то не юзает командами Пехот 6. Хотя при этом и дэмоти ехают хайграунд свой. Не провязали Глиф, забили вообще на него. Там появляется у Джаггернаута Саша Яша. И Алоха Дэнс приносит себе вот эту полезную штучку. Скорее всего будет Гвардиан Грифс в итоге у Баунти Хантера. Но это как пойдут файты для команды Эмпайр. Друг с другом мимо пробежал Джаггер и Баунти Хантер от Империи. Флай занимается стаками. А куда делся Баунти Хантер? А здесь увидели Алоха Дэнса. Просветили его. Алоха Дэнс 100% приехал. Мека его никак тут не спасает. В кругу друзей оказался. Естественно в кавычках. Просто почему-то между трех в собственном лесу. Ну и в это время пушит Клокверк у нас в топе. У него уже есть поинт бустер. У него есть Блейд Мэйл. Он по большому счету нормально еще так расформился. Чуть-чуть отстает от Йоку. Йоку на мид лейн прыгает на Форива. Не дают ему не слэш провязать Фориву. Но у него есть Тайга. Потому что Тайга сейчас встанет и будет летать по всем. Или нет. Куда тут вставать? Куда тут летать по всем? Куда тут вообще хоть что-то делать? Еще и Клокверк влетел в этот ужас. Если б знал, наверное, в жизни. Чуть-чуть не юзал. Просто в стадик шторма Кинетик Филтод Дизраптора попал у нас и один, и второй. Один после Аэгги, а второй добровольно туда ворвался. Крутой, конечно, файт. Он забавный, сто процентов. Получился. Империя зарабатывает по голде. Я думаю, тут тысячи полторы с учетом треков. А Лоха, по-моему, раздавал треки. У Файтер Кап я провтыкал, к сожалению. Но графики движутся в сторону Эмпайр. Это, в общем-то, логично вполне. У Лешака появляется Шива. Готовая. Резолюшн в файтах участвует постольку-поскольку. А артефакты все летят и летят. Да, Резолюшн в 203 у него. Крипа на данный момент. 7 фрагов. 6 асистов. В принципе, как это постольку-поскольку. Ну и 5000 золота Империя и 8000 Экспириенс Империя. Как там Рейскин поживает? А, забыл про Блэйд Мэйл Сайлентова я. Да, Сайлент. Действительно, по классике. Блэйд Мэйл, Армлетов Мортиган и Даггер. И практически ничего не меняется. Кираса это следующий шаг. Ну, таки Расы вот совсем немного осталось. 500 голды уже есть на руках. Надо просто приобрести себе Плэйд Мэйл. Уже есть Хипперстоун. Дальше, я думаю, увидим и Башеры, и Абисал Блэйды. Как попрет Глимс у нас к Квапу. Назад. Возвращайся к Квапу, иди пуш-линию. Занимайся, чем занималась до этого. И в это время Т2. Команда Эмпайр должна снести. Прыгает Сайлент у нас на Форива. Форив начинает раскручиваться. У него просто нет маны на умни слэш. Вот Сайлент у нас пользен тачу от Дазла. И приходит пешком сюда Туск. Где Квапа, кстати? Где подруга Квапа? Бежит Эмпэ через всю карту. Лоу-ХПшная практически вся команда. MVP Hot 6. Сейчас еще и поймают Клокверка. Клокверк в таверну. Это минус 3. Джиракса тоже пытается загнать Квапа. О, мы тебя ждали. Кстати, две Писурки. Точнее, Писурка сразу по двоим. Эхо снаем от Йоку. Джиракс. Прячется у нас в Сноубол. Прокатываются по Сайленту. Сбивают Ринкарнэйшн Сайленту. И Джиракса будут скорее всего добивать. Квин оф Пейн упрыгивает отсюда. Единственный, кто выживает в этом файте. Команда Эмпайр забирает четверых. Теряет Йоку. Эмпэ возвращают назад. На Тон и Дизраптор. Это просто чумовой, конечно, герой. Минус 5 от команды Эмпайр. По итогам этого файта 4600 по голде. Сколько треков? А ну-ка, 5 треков. 5 фрагов, 5 треков, 4600 золота, 5800 экспириенс. И здесь 1-4-8-8 у команды МИПХОТ-6. Команда Элипса мы не бросим. 13-23 счет. Эмпайр за 12 тысяч. Перешагнули по денежному преимуществу и по экспириенсу. 12 тысяч тоже для команды Эмпири. Ну и у Сайлента уже есть. Саут Керас, у него есть Блэйд Мейл, есть Даггер, Армлетов Мордиган. Нормально. Баунти Хантер от Алоха Дэнса. Гвардиан Гриф себе приобрел. Медельон в Кураж тоже имеется. И я так понимаю, будет еще и Солар Крест на Баунти Хантера. Ему полезен, да и всей команде. Резолюшн. В это время Шивас Гвард имеется. Есть у него Еул. Бладстоун есть. Пойнт Бустер приобретает. Скорее всего, Вакторин Корр пойдет у нас Лешак. Ну и Бутсов Тревел тоже у Резолюшна имеется. Даже Дизрафтер тут преуспел. Always on a Fly. Глиммер Кейп себе приобрел. Урнов Шадов есть. Аркан Бутсы у него тоже имеются. Ну и Рейс Кинг 1300 на руках. В принципе, сейчас может быть точечный дэмэдж пойдет от Сайлента. Типа Абисал Блейда. Может и какой-нибудь Мьолнир Рейс Кинг насобирает. В принципе, штука полезная. Дазл от команды Липпи Ход Сикс. Есть медальон. Больше пока ничего. Клокверк. Блэйд Мейл. Пойнт Бустер. Пойнт Бустер. Огр Клаб имеется. Осталось 1800 с копейками до появления Аганима. Не знаю, пройдет, не пройдет. Эмпайр заходит в лес команды Липпи Ход Сикс. Видят Хина. Сайлентс. Даггер совсем скоро будет. Прячется в деревья Дазл. Нашли Дазла. Один удар от Сайлента. Точнее два. Ну такое. Первый коронный. Второй. Ну вы поняли. Олдсона Флай. Статик Шторм себе под ноги. Минус два от команды Эмпайр. Потеряли Йоку. Это я понимаю. Тут Джаггернаут веселился. Джаггерн. Сразу ультился в Сайлента. Сайлент. Наква буква. Ба, скорее всего, умирает. Сноубол Сайлента. Лоу ХПшный здесь Сайлентс. Джеракс тоже под Лоу ХП. И Резолюшн, по идее, дожигает здесь его. Уикед Сик уже от Резолюшна. Ну далее Резолюшн у Лешрака. Тут уже как-то без вариантов абсолютно. Идут дела у команды МИП ХОТ Сикс. 23 заряда у Лешрака. В Бладстоуне 10-2-11. Становится счет. А вот, собственно, и Башер, который потом превратится в Абисалл Блейд от Сайлента. Пока что ни одна сторона МИП ХОТ Сикс не падала. Но преимущество Эмпайр достаточно высокое. 16 тысяч золота. Экспириенс с 14 копейками. Ну и должны, по идее, додавить. Камбэчить против Рейскинга. Камбэчить против современного Лешрака. Не очень уютно и не очень удобно. Да и вариантов. Мне кажется, у Джаггернаута не так уж и много. Смолк. Вот МВП. Роху прочекали. Сайлент прыгает на Форива. Квиссура по нему. Статик шторм под ноги и Форив не выходит у нас. Статик шторма еще и в тиматикил вкатывается Джеракс. просто себе вообще насмерть. Ну и там наваливают дальше по Сан Ким. Наверное, его здесь тоже не станет. Минус 3 у команды Эмпайр. Уже монстр килл от Сайлента. Ну и не дожидается ми-пехот Сикс, когда начнут падать бараки. Стороны всей трон. Потому что это в принципе вопрос времени. Команда Эмпайр забирает Рошана в перспективе и идет просто сносить хай-граунд коллектива МВП Хот Сикс. Не стали ждать и можно их понять в этом вопросе. Решили, видимо, отложить все до второго раунда. Команда Эмпайр выигрывает первый матч и уже они приближаются на один шаг к тому, чтобы все-таки попасть в сетку венеров. У Империи сейчас 7 поинтов. Если они выигрывают вторую игру, у них становится 9 очков столько же, сколько у команды Virtus.pro и как ни печально для ВП, но Империя имеет вариант сбросить их вниз на 5 место, а самим выйти в сетку венеров. Пускай, пускай, пускай. ВП в принципе...